Атомная живопись. В Волгодонске состоялся конкурс «Рисуют дети Атомграда». Он традиционно собирает воспитанников школ искусств из Волгодонска и близлежащих районов. Конкурс учрежден РОАЭС и проходит при непосредственной поддержке станции. Атомный город – малая родина, дом, в котором мы живем. Глазами детей. Информационный центр АЭС сегодня больше напоминает художественную галерею. Если собрать всю творческую энергию, вложенную в представленные работы, то хватило бы, как говорится, чтобы осветить маленький город. Хотя авторы рисунков – дети, тематика выставки завораживает и заставляет задуматься. Ведь полотна рассказывают об основе устройства мира – атоме и атомной энергетике. Когда дети рисуют эти картины, они показывают, насколько город наш красив, с приходом атомной станции в наш город. Они все, как сказать, с душой сделаны работы. У них нет такого-то, что человек просто так по нужде рисует. Ему прям хочется это рисовать. И все тут красиво эти работы, несмотря на возраст. Автор этого проекта, преподаватель детской школы искусств Людмила Лебедева, рассказывает, три года назад «Рисуют дети Атомграда» была маленькой внутренней выставкой рисунков в детской школе искусств. Теперь, благодаря поддержке атомной станции, этот конкурс стал зональным. А тема «Рисуют дети Атомграда» получила более мощное звучание и заиграла новыми красками. Вы знаете, мне очень нравится, что в рисунках ребят атомная энергетика ассоциируется с солнцем. Вы заметили? Потому что солнце – это свет, это тепло. Мы рисуем свой город и рисуем рядом атомную станцию. Мы в своих рисунках стараемся передать чистоту воздуха, зелень окружающей природы. И страха у ребят перед атомной станцией нет, только есть уважение к людям, которые работают на атомной станции. Поддержка и организация детских и молодежных проектов – одно из приоритетных направлений социального партнерства городской власти и атомщиков. Под эгидой Ростовская АЭС, концерна «Росэнергоатом» и госкорпорации «Росатом» в Волгодонске проводятся не только творческие конкурсы. Работают детский клуб интеллектуалов «Эврика», дискуссионный клуб «Позиция», Академия юных исследователей. Дети – это самое большое богатство, которое у нас есть. И поэтому это перспектива, это наше будущее. И вклад в те мероприятия, которые проводятся с детьми – это максимально эффективный вклад в развитие отрасли в будущем. Сегодня развитие города напрямую зависит от атомной станции и стабильности отрасли в целом. Перспективная программа развития атомной отрасли, принятая Владимиром Путиным шесть лет назад, дает уверенность в стабильном завтра не только атомной промышленности, но и атомным городам. Виталий Никулин, Сергей Овчаренко, Новости ВТВ. Субтитры создавал DimaTorzok